25 лет назад в нашем родном городе рынки, а их было три основных рынка, центральный рынок, колос и так называемый рыбный рынок в Октябрьском, это были единственные места, где можно было купить продукты для своей семьи. Потому что магазины, увы, они были завалены большом количестве банками морской капусты, изделиями, которые, в общем-то, особенно семью не прокормишь. Поэтому, действительно, исторически наш житель на протяжении многих десятилетий привыкал к тому, что рынок это единственное место, где можно купить продукты. Да, мы четко понимали, что на рынке нас обвешивают. Мы прекрасно понимали, что товар может быть из сомнительного происхождения, хотя в то время еще лаборатории и санитарный контроль осуществлялся намного жестче, чем сейчас. Вместе с тем, это действительно была безальтернативная система. Поэтому, когда около 20 лет назад начали появляться магазины, в которых можно было в любое время, коллеги, это потрясающее достижение нашего, ну не то чтобы города или страны, вообще нашего общества, что в любое практически время, в 8 часов, в 9 часов вечера можно прийти и купить действительно мясо сырое, рыбу, масло, сыр. То есть, на самом-то деле, это просто эволюционный виток, это развитие торговых систем, отношений. И появление больших магазинов, супермаркетов, конечно же, мешает маленьким магазинам, которые претендуют тоже на какую-то определенную долю этого рынка. Но, на самом-то деле, мы будем точно так же, как и в Европе, в Америке, в дальнейшем развиваться и конкурировать именно вот в этих системах. Большие супермаркеты, рынки, ну, может быть, по выходным дням, а у нас, получается, они все время, и маленькие магазины, которые будут находиться внутри спальных районов. И это уже наша реальность, и поэтому просто надо научиться балансировать так, чтобы действительно можно было покупать товары и не бояться за здоровье своей семьи.